Ну что, друзья, всем привет! 21 день. Я пропустил два дня, это суббота и воскресенье. Были для меня типа выходные. Ешел поиграть в футбол. И ни в субботу, ни в воскресенье не мог встать, потому что все тело вообще было просто на днище, блин. Лежал на кровати и не мог пошевелить даже ногами и руками. Ну ладно. Пропустили два дня. И возвращаемся к работе. За эти дни я поменял полностью тактику почти на все. Сделал ее более, более логичной. Не как в том, когда была супер логичная и хайповая, блин. А сейчас поменял ее на более... Более... Блин, как сказать, не знаю. Более разумный подход. И... Будем работать с ним, потому что я уверен, что он будет мощнее всех предыдущих. Ладно, меньше слов, больше к делу. Тактику объяснять буду в минимальном объеме времени, потому что опять занимать этим временем капец. Короче, я что-то прям вообще конкретно затупил за эти дни. В общем, мы работаем. Тактику буду обещать по ходу, чтобы не затягивать ролик надолго. Короче, вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, элемент столько с перекатом. Здесь мы выполняем на одной тренировке одну минуту. На два подхода. То есть в один подход 30 секунд, во второй подход 30 секунд. Здесь мы стараемся поймать баланс, чтобы наши ноги не упирались к опоре. И тем самым нашими руками фиксировать и балансировать, чтобы не являть ногами, а держать их ровно. В общем, здесь все. Второй подход. Поехали. Продолжение следует... Поехали. Третий элемент, поехали. Третий элемент, поехали. Третий элемент, флажок. Вы работаем. Три подхода по 5 секунд. 5 секунд, первый подход, ноги вверху. Второй подход, 5 секунд, ноги чуть ниже. И третий подход, 5 секунд, ноги еще ниже. Работаем по 15 секунд на одной тренировке, слэш, на двух тренировках у нас получается 30 секунд. Наша цель это 30 секунд стоять во флажке максимально ровно. Второй подход, поехали. Третий элемент, флажок. Подошел к концу третий подход. Четвертый в очереди стоит, передний мисс. И там-то у нас тактика тоже очень весьма из себя интересная. Поехали, посмотрим. Тут у нас будет три подхода, также по 5 секунд. Давайте посмотрим, как это будет проходить. Поехали, давайте посмотрим, как это будет проходить. Первый подход у нас будет 5 секунд, это закрытый. То есть ноги мы подгибаем. Второй подход, это будет с одной ногой 5 секунд. То есть мы выгибаем одну ногу и одну прижимаем к себе. И третий подход тоже 5 секунд, но мы выпрямляем обе ноги, открытый вис. Сейчас работаем такой тактикой. Надеюсь, она попрет и мы сделаем эти 30 секунд вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и выключи, блин. В общем, какой итог. На две ноги открытый вис. У меня капец как рисуются ноги. Потому что я не совсем готов. Значит, будем делать на одну ногу пока что. Пока у нас не будет получаться нормально. И потом только будем делать открытый. Ну что, первый тренинг закончен, а впереди вторая. Ждем. Да начнется битва. Каждый раз, как и не приду на это место, случается какая-то непредвидимая штука. Например, сейчас пошел снег. Пошел снег, а мы начинаем с первого элемента. Выход силы. Выход на две. Вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас выходы были приблизительно. Приблизительно. Не совсем чистый. Но... Что-то было похожее. Посмотрим. Короче говоря. Ну а у нас второй элемент. Добро пожаловать. Ну это капец. Реально. За два дня, блин. Всего за два дня я... Начал вести себя как первый день. Вот что значит дисциплина. Это... Это просто ясно. Вперед. Сейчас посмотрим, как мы будем здесь делать все это с перекатом. Потому что я там наговнил своими следами грязными, блин. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Погорму я попал этот кадр на сегодня все я полностью потрачу все мои силы оставил почти здесь почти все мои силы я оставил здесь приятно возвращаться на место на котором не было два дня всем спасибо за просмотр зацените эту погоду эта линия красота естественная красота которая бодрит и вдохновляет больше музыки и наушниках в ушах это был 21 день помним про дисциплину и постоянство когда вы когда вы теряете контроль над своей дисциплиной и теряете контроль над постоянством то вы навряд ли когда-то поймете может быть поймете но это уменьшает вас шанс мало когда поймете и найдете свое призвание и найдете свое любимое дело в котором захотите выкладываться постоянно каждый день на сто процентов и я почувствовал это на себе когда потерял контроль над своей дисциплиной и не смог через боль через не я хочу прийти и отснять и потребить как я мог но я понял это откажу своей каждой своей ошибкой какой-то или своей неудачи нужно только извлекать урок и четко его анализировать не выписывать на тетрадке какие-то слова или какие-то формулы нужно анализировать у себя в голове допустим если сегодня я просрал завтра я просрал день съемочный день просрал две тренировки когда мог бы спрогрессировать реально спрогрессировать и успеть больше да ты просрал их ты должен проанализировать эти два дня специально для того чтобы в будущем передать эти знания кому-то другим своим детям своим друзьям тому кто в этом нуждается и в будущем не допустить допустим эту ошибку эту же ошибку и так с каждый 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 лист с каждым разумом из каждой новая ошибка из каждой новой неудачи нужно анализировать нужно терять контроль над самой дисциплиной и нужно не терять контроли над постоянством потому что постоянство дает вам очень много вы перечислять не буду потому что сам еще не понял всю живность этого и Но вы должны это прочувствовать сами, проанализировать. И только тогда вы поймете весь масштаб этого слова «постоянство». Ну и опять-таки, всем спасибо за просмотр. Это был четкий день. До скорых встреч. 22-й день на пути, на нашем пути. И это завтра. Увидимся на 22-м дне. Поехали. И еще. Многие подумают, что я сейчас сморозил какую-то фигню, сам не понял, что я сказал. Нет. Если быть честными, то нет. Я эти два дня, я понял, что такое постоянство. Когда я просрал два дня, я проанализировал, что такое постоянство, что такое самодисциплина. Я издек из этого урок. Урок из постоянства. Урок из самодисциплины. Проанализировал у себя в голове. Вынес этот урок. И только тогда я поделился с вами. Но советовать вам какую-то ерунду и советовать вам, как делать, а как не делать, я не могу. Я могу только посоветовать вам свой жизненный пример. И все. А на этом мы сейчас точно заканчиваем. Всем спасибо, кто понимает и разделяет мои мысли. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...